Беспилотники – оборудование популярное и нужное для многих профессиональных отраслей. Однако такие устройства по карману далеко не каждому. Как правило, их могут себе позволить учебные заведения или предприятия. Мы, естественно, закупаем эти аппараты. Они достаточно дорогие. Если говорить о средней стоимости, то стоимость беспилотника идет от 3 миллионов и выше. Студенты первого и второго курсов Глеб Большаков и Вадим Дремов успели смастерить свой летательный аппарат, который по себестоимости в тысячи раз дешевле заводских дронов. Машину они собрали из бюджетных подручных материалов. На данный момент у него учебно-тренировочная функция. Сделан самолет у нас из обычной подложной плитки, подобно. Достаточно простой материал в использовании для данного беспилотника. Беспилотник под названием «Изделие-1» хоть и простой летательный аппарат, но прекрасно подходит для съемки с высоты, выполняя основную функцию дрона. Пользоваться устройством несложно, но к запуску нужно подготовиться ответственно, учесть погодные условия, проверить работу деталей. «Изделие-1» запускается с руки в горизонт против направления ветра. Это устройство первый, но важный шаг на пути к созданию двухметрового самолета из композитных материалов. Беспилотники широко используются в строительстве, сельском хозяйстве, при поисково-спасательных работах и во многих других сферах. Поэтому создание таких проектов в наше время как никогда актуально. Стремление студентов к проектированию летательных устройств активно поддерживают в Ульяновском авиационном колледже. «По факту ведь они даже не беспилотники, им это в принципе в диплом особо не пригодится. Но они хотят, они это делают, они занимаются для себя, это очень хорошо даже». Следующим шагом к проектированию двухметрового самолета будет создание летательного аппарата с автопилотом и вертикальным взлетом. Ребята уже активно работают над «Изделием-2» и в ближайшее время завершат создание новой модели. Юлия Руднева, Герман Баранов, Уллправда.ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова